Друзья, перед началом этого видеоролика, перед началом крайне интересного интервью, которое Редван дал для меня и для моих зрителей, я хотел бы напомнить вам, что у меня есть мой авторский телеграм-канал, куда я выкладываю уже вместе с моей командой огромное количество полезной информации. Это новостные заметки, это конкретные инвестиционные идеи, это аналитика, это полезная компиляция различных материалов, которые мы переводим для вас, зарубежных материалов, которые мы переводим для вас, полезных материалов касательно фондового рынка и касательно крипторынка и касательно инвестиций в целом. В общем, по ссылке в описании вы найдете огромнейшее количество полезной для себя информации и все это абсолютно бесплатно. Поэтому подписывайтесь и будем с вами на связи. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях один из самых известных и, пожалуй, самый позитивный и самый воспитанный блогер, финансовый блогер Редван. Редван, привет! Спасибо большое, Андрей. Привет! Привет твоим зрителям. Огромное спасибо за приглашение. Зрителям твоим всем тоже огромный-огромный привет и спасибо, что уделили время просмотру. Думаю, будет интересно. Да, спасибо большое, что пришел. К слову, я уже был на канале у Редвана. Редван меня приглашал любезно и, в общем-то, у Редвану много всего интересного происходит на канале. Ссылка на его канал будет в описании, поэтому захотите узнать больше, подробнее, приходите. Редван приглашает огромное количество гостей и сам высказывает мысли. В общем, крутой достаточно канал. Обязательно подпишитесь. В общем, давайте расскажу сразу зрителям и тебе немножко, о чем я тебя буду спрашивать. Будет несколько основных блоков. Вначале я поспрашиваю пару личных вопросов, возможно, немножко там, почему ты пришел, что явилось триггером. Потом мы поговорим про концептуальные вещи, которые лично меня беспокоят и которые я сам затрагиваю у себя на канале в последних видеороликах. Ну и в третьей части я попрошу тебя поделиться своим экспертным мнением касательно того, что происходит у нас на рынке. В общем, такой у нас план. И первый, наверное, вопрос. Редван, как давно ты вообще в крипте и что стало триггером для того, что ты вот пришел в эту индустрию и вообще поверил в то, что там есть какая-то жизнь и какое-то будущее? Спасибо большое, Андрей. Ну смотри, в первую очередь в крипте я не скажу, что я старичок. Пришел я, как и все, на пике рынка в 2018 году, но ничего я не покупал, участвовал частично с таким, знаешь, скепсисом к этому рынку, потому что рынок был перекуплен. И, соответственно, криптовалютный рынок меня привлек, как и всех, своей волатильностью, потому что у меня уже опыт был до участия в криптовалютном рынке. Естественно, я спекулировал, был очень активно. И, соответственно, в 2018 году в ноябре я зашел основательно в рынок. Это были диапазоны 6 тысяч долларов и, соответственно, падение с 6 тысяч. Я четко понимал, что рынок просел очень хорошо. У меня уже было восприятие и такое понимание рынка, рыночного механизма, как в рамках анализа рыночных циклов и понимая, что цикличность рынков, она дает такое декое понимание выбора в точке входа, да, как благоприятный ценовой диапазон. И я удачно попал в такой вот тренд, так скажем, перед завершением вот этого медвежьего рынка, попал в удачные инструменты. Это был Litecoin, отчасти, в большей части. И Litecoin именно показал как раз-таки результат. У меня не было никогда длинных позиций. То есть я не был ни ходлером, ни, знаешь, человеком, который верил в какие-то технологии, связанные с криптовалютой. Для меня большее желание было, конечно, заработать, как и у всех, в принципе. Я попал удачно в эти инструменты, просидел в 2019 году, то есть накапливал с конца 2018 по март 2019 года. И, соответственно, в мае, когда уже рынок был на пике, Bitcoin достиг с 3000 до 14000 своего пика. Я, естественно, на этом пике Bitcoin не уловил. То есть в продажах у меня были биткоины по 4, по 4,5. Продавал я их в районе 7000, 8000. И дальше я уже не участвовал. Удачно получилось заработать на Litecoin. Ну и, соответственно, с того периода я 7 на 24 остался в этом рынке. И ушел в спекуляции. 2019 год у меня был полностью в спекуляциях. У меня не было длинных позиций. В 2020 году я уехал к своему брату. Это было падение, после ковидное падение, так скажем, период, точнее, после ковидный. И, соответственно, я полагал, что у нас есть возможности в этом рынке, сейчас буквально минутку, в рамках, так скажем, публичного участия. Так как, еще раз повторюсь, что анализ рыночных циклов давал такое понимание, что позитив есть. Плюс макроэкономика была предрасположена, была печать денег, которая безостановочно, грубо говоря, шла мимо потребительского сектора и попадала на фондовый рынок. Ну и это стимулировало такое настроение. В 2020 году я получил такой колоссальный опыт в криптовалютном рынке. Успел заработать, успел немножко потерять. Ну и попал вот этот пузырь, то есть на самой стадии, так скажем, начала. Я попал, опять же, в эти инструменты. Так удачно это Dogecoin, к моему удивлению. Сколько иксов было на Dogecoin? Смотри, я похвастаться иксами не могу, потому что у меня не было больше 10 иксов на этом криптовалютном рынке. Опять же, я человек со скепсисом, такой, знаешь, больше консервативный. И, опять же, говоря о том, что я больше спекулировал, чем удерживал какие-то позиции в долгосрочной перспективе. На Dogecoin у меня, к удивлению, получилось заработать очень неплохо. Заходил я 1 четвертая цента, зашел я на 4 миллиона монет тогда. Это было, знаешь, такая рискованная сделка, но это были профитные деньги, с которыми я, естественно, так скажем, оперировал именно в плане того, что готов был распределить по тем инструментам. Выходил я еще до отметок 2,9 цента, ну и впоследствии это было 75 центов на пике. Конечно, вот это все я не уловил, локти я не кусал, удалил этот инструмент. Ну и, по сути, он дал мне, так скажем, основную часть депозита, которую впоследствии я стал расторговывать. И вот в 21 году это был удачный пик рынка. В мае я удачно вышел из рынка в 21 году. Заходил я в него повторно, ожидая, так скажем, финальное пульминирующее движение. Был немного позитивен по отношению к биткоину в рамках 75-85 тысяч за биткоин. Но фактически биткоин развернулся с отметок 25. Были убытки, я удерживал позиции. И, опять же, призываю, что это уже, скорее всего, перегретость рынка. И, скорее всего, здесь рынок уже начнет развороты свои. Ну и на медвежьем рынке у меня получилось удачно. Естественно, опять же, полагаясь на свой опыт и полученный, соответственно, так скажем, поспекулировать. Был я только в спекуляциях, никаких там долгосрочных... А шортил рынок вообще или нет? Да-да-да, я был активным шортистом и, соответственно, удерживал позиции именно в шорт в рамках технического оттока. Ну и, соответственно, наращиваю... А через что шортил, если не через фиш? Да, я работаю только на криптовалютной бирже. У меня, в принципе... Фьючерсы или как ты шортил? Да-да-да, на фьючерсах. Кредитное плечо я использую всегда такое минимальное, знаешь, комфортное. Не нарушаю риски, соблюдаю... Ну, уже просто несколько лет опыта как бы располагает, чтобы понимание... Понимаешь, дело в том, что чем мы взрослеем в рамках, опять же, своего опыта, да, мы понимаем, что порой ты либо начинаешь уже охлаждать свой пыл в рамках каких-то таких, знаешь, мега-прибыли, потому что получалось делать и на одной сделке очень хорошие деньги, получалось в рамках месяца сделать, так скажем, неплохие результаты. Ну и, соответственно, когда ты уже видишь, что есть стабильность, эту стабильность очень хочется держать, а не терять. И сейчас я больше нацелен на формирование длинных позиций, видя то, что есть результат. Ну и сегодня я попробую рассказать, почему, где я рассматриваю, для чего. Супер, супер, хорошо. Но прежде чем, наверное, перейти вот к этой такой интересной части, у меня есть, наверное, такой целый блок вопросов, теоретических, концептуальных. Я бы их назвал, наверное, не теоретических, а больше концептуальных, потому что, ну, мне кажется, тебе точно есть что про это рассказать, как человеку, который давненько на крипторынке. Для чего обществу биткоин и криптовалюты вообще? То есть какую функцию полезную они для нас, для всех несут на сегодняшний день? Ну, на самом деле, я в блокчейне, грубо говоря, в самих технологиях блокчейна, скажу так, что не вижу никакого, так скажем, позитива для людей в целом. Если мы говорим, что эта технология может быть использована в рамках, так скажем, более глобальных, масштабных, в рамках государственных применений и так далее, конечно, ничего полезного для людей это не несет. Я думаю, эта прозрачность, она в целом никому не нужна. Но криптовалютный рынок, имея в себе такую интересную структуру, как инструменты, которые, соответственно, привлекают людей своей волатильностью и прибыльностью, они, конечно, интересны больше прибыльностью своего, так скажем, присутствия на этом рынке в целом. Но в технологиях, конечно, в технологии они никому не интересны. Я считаю, что эти технологии рассматривают только энтузиасты. И чего они могут нести полезного в целом? Мне очень сложно сказать, так как применения мы сейчас не видим в целом для людей, чтобы это было применение. Так скажем, это применение мы видели в рамках каких-то глобальных структур. И, соответственно, опять же повторюсь, что полезности, я не знаю, насколько он будет полезен в будущем, насколько он будет приносить пользу людям. Да, касательно прозрачности. Есть такое мнение, что, в принципе, мы идем к CBDC, да, что вся эта история. В принципе, станут ли криптовалюты таким последним гвоздем, который забьет крышку гроба в свободы людей? Что ты станешь вообще полностью, вот, ты и так практически полностью прозрачен. Ну, а вообще, как бы у нас есть кэш, у нас есть там какие-то еще нюансы, ну, какие-то, условно, маленькие серые поля нашей жизни неподконтрольные. А вот с CBDC, если криптовалюты будут основной формой платежа, то все. То есть даже, как бы... Ну, да, вот и говоря о том, что полезности, это, конечно, ничего не несет в рамках свободы. И так, как мы видим, что, если говорить о в целом политике, да, и в целом о том, что есть такие государства, в которых практикуется диктатура и так далее, я бы не хотел сейчас затрагивать эти темы. Ну, конечно, для таких государств, я думаю, эти технологии – это самое то. Поэтому не знаю, чего будет полезного от этого всего. Но в целом, имея такие пузыри, которые в рамках этих технологий у нас надуваются и так далее, полезность, скорее всего, больше в том, что на этом можно заработать, на этом можно сделать деньги. Но, опять же, понимаешь, что что-то имеет перспективу, а что-то, соответственно, погибнет. И погибает, к сожалению, на таких пузырях очень-очень-очень много. Не знаю, какие проекты выживут, какие будут нести такую огромную... Ну, про это мы еще, да, про конкретные проекты мы еще поговорим с тобой. Хорошо, вот ты затронул такую тему, что это волатильный инструмент, который потенциально может принести, на чем потенциально можно заработать. Вот недавно на канале я озвучивал такую мысль, которая, если честно, мне близко достаточно ложится на душу, потому что в последнее время я очень много рассуждаю в своей голове какие-то мысли по поводу общества, как оно устроено, для чего оно устроено, то есть какими-то большими мазками смотрю на все происходящее. И вот касательно того, что на сегодняшний день мы имеем огромнейшее расслоение между богатыми и бедными, вот криптовалюты – это как одна из идей, что это такой своего рода запрос общества, особенно у молодого поколения, на трансфер богатства, то есть от тех, кто имел, соответственно, тем, кто не имел. Потому что огромное количество людей, ты знаешь, я знаю, которые буквально с нескольких десятков тысяч долларов стали миллионерами, долларами. То есть это взрослые уже деньги, которые позволяют тебе достаточно комфортно жить. Вот как ты считаешь, могло ли… То есть насколько это гипотеза, что вот у общества был такой запрос, и вот условно, вот как бы те, кто создали криптовалюты, биткоин, они попали в этот запрос, как бы больной, да, и, соответственно, почва была благородная, и мы получили такую огромную индустрию. Как вот ты думаешь, насколько эта мысль, она правдоподобна? Андрей, знаешь, в наше время, в 21 веке, очень сложно верить каким-то определенным ситуациям, потому что мы видим, что не все всегда является фактом того, что мы видим, да, и порой очень сложно верить даже своим глазам. И, соответственно, нужно понимать, что если бы биткоин придумал ты или я, биткоин бы стоил тебе сейчас ноль, может быть. Кто его придумал, я не знаю, но очень-очень, так скажем, уверен в том, что за этим есть очень большие руки, соответственно, которые дают выжить или, соответственно, жить на текущий момент такому инструменту, как биткоин. Я думаю, это больше актив, это как бы и не акции, да, это не какая-то компания и так далее. Это такой некий инструмент, который пощупать нельзя, потрогать нельзя, соответственно, и в моменте, имея такие технологии, верить в то, что, соответственно, это принесет, грубо говоря, понимание того, что биткоин несет в себе из-за запроса, так скажем, вот этого перетока богатства из, так скажем, богатых рук бедным, давая возможность им заработать, конечно, это никому не выгодно. Кому выгодно, если есть такая система, грубо говоря, такой инструмент, как биткоин, банкам, я думаю, нет, государству, я думаю, нет. Но если бы это было, исходило бы от людей, опять же, от тебя, от меня и так далее, я думаю, биткоин бы стоил тогда ноль. И, возможно, он бы не имел никакой стоимости. За этим есть какие-то очень-очень сильные руки, и, соответственно, эти руки удерживают этот долгосрочный тренд, который мы имеем на протяжении 12 лет. Нужно понимать, что это массадопшен, как бы, да, это листинг на таких известных биржах. Вот, допустим, если взять ту же Нью-Йоркскую фондовую биржу, да, мы понимаем, какая у нее есть история. И мы понимаем, на чем она была основана, на чем она строилась. Но у нас есть молодая история криптовалютного рынка, которому всего лишь 12-13 лет. И сейчас в попытках спекулировать на этом, кто придумал, для чего придуманы, для того, чтобы люди богатели и так далее, я очень сомневаюсь. Просто нужно понимать, что эти люди, которые сделали с 10 тысяч миллионное богатство для себя, это либо случай того, что этот человек на ранней стадии выявил для себя, так скажем, формирование вот этого раннего рыночного пузыря, и, соответственно, на этом заработал колоссальные деньги. Либо это ситуация, которая бывает часто на криптовалютном рынке, случайно купил, верил в какие-то технологии, и, соответственно, это выросло, и ты заработал на этом миллионы долларов. Это, скорее всего, больше повезло на убеждениях, чем на понимании рынка и так далее. Потому что есть еще фантазии, которые, соответственно, управляют мыслями и психологическим состоянием человека. Кто-то верит в миллион за биткоин и никогда не продает, а купил вам по тысяче, и сейчас он оценивается даже на снижение. Понимаешь, я думаю, это дело случая больше. А у тебя аудитория, она больше связана с фондовым рынком. То есть вы, в принципе, глубоко изучаете макроэкономику. Да, вы изучаете глубоко макроэкономику и, соответственно, погружены в те самые инструменты, инструменты, которые имеют очень длительную историю. Это индексы, соответственно, компании, которые непосредственно... А это молодой такой рынок, рынок, на котором, скорее всего, больше повезло людям, которые выявили этот ранний рыночный пузырь и на нем заработали. Возможно, кому-то повезло в рамках того, что они купили и верили в то, что они верят сейчас и продолжают в это верить. А мы с тобой, как люди, которые имеют какое-то понимание, возможно, в рамках спекуляции или, возможно, опыта на спекуляциях, понимают, что есть периоды пика рыночных пузырей и дна рыночных пузырей. Я никогда не старался лезть в философию криптовалют в целом. Я просто понимаю, что есть некие пузыри и, соответственно, в этих рынках... Для тебя это просто инструмент, который ты используешь. Абсолютно верно. И мне не важно, биткоин будет миллион, два, три, для чего он придуман и так далее. То есть, такие глубокие мысли тебя не занимают. Хорошо, тогда вопрос следующий. Наверное, последний из теоретической такой части. Вот еще одна мысль. Мне интересно все-таки, я думаю, что тут она тебе ближе. Вот есть такая гипотеза, что на сегодняшний день люди, которые говорят, что, например, криптовалюты умрут, скоро вообще исчезнут. Как ты сказал, технологии мы пока применения практического не видим. То есть, да, где-то, где-то вот оно вроде бы... Но пощупать, что вот здесь в нашей жизни мы использовали биткоин или другие криптовалюты, кроме как спекуляции и попытки на этом заработать, нет. Но с точки зрения, опять-таки, общества, криптовалюты это, наверное, единственная индустрия, которая концентрирует в себе такое большое количество молодых, амбициозных, умных и интеллектуальных людей. То есть, больше другой индустрии нету. То есть, ну, похожей. И, соответственно, вот эта вот концентрация огромнейшей человеческой энергии, человеческих ресурсов просто-напросто не даст этой индустрии умереть. Вот что ты думаешь на этот счет? Согласен с тобой, но нужно понимать, что есть четко бизнес-циклы, а потом уже мы видим такое отражение на фондовом рынке, да, то есть спад или снижение, так скажем, снижение или подъем рынка в целом. Нет, мы говорим не про снижение, а мы говорим про то, что это вообще вот есть условно люди, которые говорят, что вот криптовалюта... Да, я продолжу мысль. И, соответственно, нужно понимать, что в рамках вот этих рыночных пузырей возможно что-то будет погибать, так как в эти технологии именно индустрия криптовалют она принесла очень много мошеннических проектов, таких как, например, Луна, которую вот недавно мы увидели, да, и нужно понимать, что все зависит от того, кто имеет глобальное отношение к тому или иному проекту, то есть очень влиятельное отношение. Если мы с тобой являемся с основателем какого-то очень сильного криптовалютного проекта, возможно, да, и, соответственно, в этом проекте у нас есть с тобой энтузиазм, а не попытка заработать на этом. И, конечно, мы, скорее всего, будем вкладываться, и те люди, которые будут верить в эти технологии, а чтобы люди верили, им нужно, соответственно, давать то, что есть, как рабочий продукт. Если его нет, конечно, кто будет верить? Если есть рабочий продукт, я думаю, этот продукт будет жить. И если есть в нем заинтересованность, он, конечно, будет жить, невзирая на то, что есть на рынке подъем и спад, конечно, в разные периоды все будет происходить иначе, да, то есть не будет тех самых настроений, которые были на подъеме и на снижении, соответственно, будут абсолютно другие настроения, но насколько будет вовлеченность в этот тот или иной проект, я не знаю, я думаю, что история показывает то, что мы должны брать во внимание, в первую очередь очень много криптовалютных проектов, они погибают, они остаются без ликвидности, то есть мы не видим того хайпа, который был на ранних рыночных пузырях на этих инструментах, да, на замену этим старым технологиям приходят усовершенствованные технологии инструмент, конечно, становится намного интереснее тот или иной, так скажем, в рамках своего нового проекта в усовершенствованном виде этого того или иного блокчейна, и, соответственно, инструменты начинают потихонечку погибать. Очень много альткоинов погибло оно без внимания, даже невзирая на то, что у них есть какая-то капитализация, а, к сожалению, на криптовалютном рынке, как мы уже сказали, можно нарисовать много чего, что и объемов, что и капитализации, ну и в целом много разного интересного. Поэтому, я думаю, мы должны исходить от прошлого, то есть наблюдать, как, в принципе, ведут себя те или иные инструменты, посмотреть в будущем, постараться спрогнозировать, какое будет влияние на тот или иной проект со стороны участников, и будет ли он интересен или нет, научиться выявлять вот эти все инструменты, инструменты, которые сохранят в себе ту ликвидность, тот интерес, и тем самым, соответственно, в них участвовать. Очень много погибает. Я думаю, будут погибать, будет погибать очень много других разных проектов, и альткоины – это такой, знаешь, некий инструмент, который сохраняет в криптовалютном рынке, я думаю, ликвидность, потому что очень удобно выходить из битка в альту, из альты в биток, тем самым, используя обычную схему, которая очень рабочая, pump and dump, да, и тем самым, говоря о технологиях, в кавычках, раздавать людям за эти альткоины, так скажем, за биткоины, отнимая у них эти биткоины, сохраняя на рынке баланс, соответственно, ликвидность, и это неплохой вид заработка, так как люди верят в эти технологии, я видел много ребят, которые покупали какой-то альткоин на колоссальные деньги и говорили о том, что это будущий PayPal или MasterCard или еще там чего-нибудь подобное. В такие моменты очень сложно убедить человека, потому что каждый на криптовалютном рынке умен по-своему, анализирует по-своему и относится к проектам по-своему. Я больше, так скажем, человек, имеющий скепсис, и очень сложно меня убедить в том или ином альткоине, что это будущие технологии или это инструмент, который принесет, так скажем, людям пользу. И мы уже видели, что погибают инструменты, и, соответственно, эти инструменты больше не оживают. Вот тот же возьми лайткоин. Я сейчас предполагаю, что этот инструмент может дать неплохой среднесрочный тренд, но я не предполагаю того, что этот инструмент в будущем будет кому-то полезен. Или покажет какой-то колоссальный булран, который скружит всем голову. И это инструмент, который уже погиб. Понимаешь? То есть, форт биткоина, который в свое время показал колоссальные результаты, но нужно понимать, что меняется прогресс в рамках криптовалютного рынка, да, меняется настроение в целом. Ну и, соответственно, эти инструменты становятся менее интересными. Будут погибать, я несомненно уверен, что очень много проектов, и очень много проектов, которые ошибочно могут завлечь большее количество участников. Ну, я хочу тут, наверное, от себя немножечко добавить, как бы завершая наш теоретический блок, что это нормальная история. Если мы возьмем любой, как бы, венчурный фонд, а криптовалюты, по сути, это венчурные инвестиции, то есть ты инвестируешь в какую-то идею, где там условно сидит 2-3 программиста, которые что-то там написали, и все. И статистика там примерно такая же. То есть эта статистика, вы можете ее взять, легко посмотреть на венчурных инвестициях, и посмотреть на статистику в криптовалютах, она будет примерно такая же. То есть реально 90% умирает, 95%, наверное, даже умирает. Особенно на медвежьем рынке. Да, когда заканчиваются деньги, когда бизнес не может, соответственно, получать дешевую ликвидность для того, чтобы продолжать расти, медвежий рынок, безусловно, в этом вопросе чистит, как бы площадку для новых проектов. Хорошо, Ридван, спасибо большое тебе за интересные мысли. Давай теперь ближе к практике. Давай. Что ты думаешь? Вот этого я долго ждал. Ну давай, хорошо, я думаю, зрители тоже. Вот этого я долго ждал. Давай начнем сразу. Говоря о том, что... Так, one minute, one minute, переключусь на графики. Я подготовил много интересных инструментов. Ну начнем мы обязательно с биткоина в целом. Ну и потом продолжим. Опять же, говоря о том, что... Где у нас дно биткоина, стоит ли покупать его и так далее. И вопросы довольно спорные на криптовалютном рынке. Эти вопросы имеют очень-очень большой охват в целом. И всегда всем интересно, соответственно, где покупать. В первую очередь хочу немножко, так скажем, нести такого монолога, да, говоря о том, что действительно криптовалютный рынок сейчас очень синхронно ходит вместе с фондовым рынком, потому что, как ты сказал недавно, у нас есть класс активов, таких как высокий риск, и, соответственно, биткоин, на мой взгляд, это актив, который входит в список высокого риска, и эта корреляция, скорее всего, больше связана с тем, что у нас присутствуют умные деньги. Ну и, соответственно, институциональные игроки, которые на этом рынке занимают какую-то основную, я думаю, часть. И плюс, нужно понимать, как работают портфели институциональных игроков, так как у тебя канал больше о макроэкономике, ты в этом разбираешься намного лучше, и, соответственно, я думаю, у нас с тобой получится такой интересный разговор. Если говоря о портфелях институциональных игроков, нужно понимать, что есть два интересных термина, которых мы немножко затронем, да, это риск и доходность. Соответственно, в портфеле таких игроков у нас этот инструмент, скорее всего, занимает меньшую часть, потому что доходность здесь большая, риски у нас также большие, но место в портфеле мы занимаем, скорее всего, минимальное, а не максимальное. И многие те, кто верят, что это в будущем цифровое золото и так далее, я думаю, у них убеждения есть какие-то свои. Да, у нас с тобой более спекулятивные. И если мы говорим в рамках криптовалютного рынка, криптовалютный рынок тоже можно разделить таким же образом, да, в зависимости от риска и доходности инструментов. У нас есть менее рискованный инструмент в рамках криптовалютного рынка, это биткоин эфир. У нас есть среднего риска инструменты, которые мы можем, к которым мы можем отнести такие, знаешь, интересные проекты, как BINB, к примеру, которые имеют действительно применение в рамках криптовалютного рынка, да, и отнести... Что ты думаешь по поводу FTX биржи? Отлично, я за ней слежу. Мне очень нравится FTX coin. Мы даже о нем с тобой поговорим. Не знаю, мне эта криптовалюта очень интересна. Опять же, по техническим структурам, по тому, что эта биржа имеет довольно хороший охват, ну и, соответственно, деньги. А деньги – это самое главное в криптовалютном рынке. Есть деньги, есть рост. Нет денег, нет роста. И в целом, если говоря об этих портфелях, я считаю, что биткоин, конечно, у нас интересен и интересен таким крупным игрокам. И есть некие зоны, диапазоны, которые, скорее всего, нужно рассматривать как зоны благоприятных диапазонов для накоплений и так далее. О них мы сейчас и поговорим. Плюс нужно понимать, что есть такой вид анализа, как ты тоже, думаю, подтвердишь, анализ рыночных циклов, да, ну и, соответственно, бизнес-циклы, которые, основываясь на которых мы строим какие-то макроэкономические прогнозы, ожидания, возможно, завершения медвежьих рынков, либо начала и так далее. Я считаю, что биткоин у нас находится уже в довольно благоприятных ценовых значениях, основываясь на вот этих рыночных пузырях, потому что эти пузыри очень хорошо работают. Ну и в целом есть такой, знаешь, триггер в этом самом инструменте, как халвин, который непосредственно влияет, так как у нас становится больше спроса. С началом новых таких оживлений на рынке приходит новая ликвидность и, соответственно, новые участники. Инструмент у нас имеет ограниченную эмиссию. Кто-то хочет продавать, кто-то не хочет, возможно, кто-то хочет больше. Ну и с каждым рыночным циклом мы видим приход новых, интересных игроков, более таких влиятельных. И я считаю, что нынешний рыночный цикл, который имел свою историю с трех тысяч до семидесяти тысяч, он, соответственно, внес большой вклад в криптовалютный рынок. И пришло очень много, так скажем, крупных игроков, институциональных игроков. Ну, эти фонды и так далее, и так далее. Опять же, эти фонды также гибнут. И на медвежьем рынке мы это уже увидели. И мы говорили, я очень много как раз ребятам рассказывал в рамках технического оскока, что вполне вероятно снижение до 20-21 тысячи долларов, где, соответственно, на этом рынке будут погибать очень много других разных фондов. Были много фантастических мыслей о том, что Майкл Сейлор покупает, если такой игрок покупает, значит. А я все время старался донести до ребят, что, ребята, не такие мастодонты гибнут на медвежьем рынке. Очень много фондов как раз таки, как ты сказал, вычищаются, вымываются. Мы уже увидели очень-очень много разных интересных фондов, которые вымылись из этого рынка. Ну и в целом вот эта модель, модель рыночных циклов, я думаю, состоит из рыночных фаз, фаз и рыночного настроения, потому что рынок – это волны социального настроения. В рамках, если мы будем говорить о бизнес-циклах, в целом, основываясь на которых мы можем предположить, есть ли завершение этих медвежьих трендов, либо начало. Я считаю, что в данный момент биткоин находится в благоприятном ценовом значении, ниже 20 тысяч долларов, вплоть до 12-14, которые вполне вероятно возможны. Но основываясь на опять же опыте накопления, с ожиданием каких-то моментов оживления на рынке, мы, конечно, можем оказаться в неплохом диапазоне для накопления и дальше. К примеру, это могут быть значения 15-16 тысяч долларов, но если основываться на каких-то конкретных цифрах, мы можем пропустить, либо не участвовать в том или ином, так скажем, скачке, оживлении рынка. Если говорить о консервативных людях, люди, которые, соответственно, настроены на то, чтобы увидеть фактическое подтверждение и разворот рынка для того, чтобы в нем участвовать, они, конечно, дожидаются своих целей. Если есть такие ребята, они, я думаю, ни в коем случае даже не обратят внимание на то, о чем мы с тобой говорим, и будут действовать так, как они умеют. И говоря о том, что где можно участвовать в биткоине, я считаю, что нынешние ценовые значения это отличная точка для накопления. И рассматриваю я все это в рамках, опять же, рыночных циклов самого биткоина в целом, опять же, основываясь на макроэкономической модели, которая сейчас у нас совсем негативная. И на истории мы переживали уже такие периоды, были и войны. Если основываясь на истории фондового рынка, который имеет очень-очень длительную статистику, мы можем понимать, что на криптовалютном рынке какую-то микромодель вот этого всего мы можем применить. Мы уже видели накопление, публичное участие, где, естественно, разгонялся этот хайп, ну и, соответственно, распределение, которое... То есть сейчас, если коротко, Редван, ты, в принципе, уже покупаешь. Я 55% уже нахожусь в биткоине. Но объясню, почему. Первый раз я купил биткоин основательно, так скажем, на большую сумму именно в рамках данного медвежьего тренда на значение 18-120. Вышел я из него на отметке 21-200. Дальше я не участвовал. Рынок по итогу вырос на 25 тысяч. У меня было четкое понимание того, что рынок даст коррекцию, где можно, соответственно, начинать добирать, уже формировать длинные позиции. Потому что все будет зависеть от того, в каком диапазоне мы накапливаем и как мы будем удерживать эту позицию. Впоследствии у меня получилось поучаствовать на отметке 2700, 20, 19500 и накопив, так скажем, повторно тот объем, который был распродан, я вышел из рынка на отметке 22-278. Повторно начал набирать 2900, 2600 и до сегодняшнего дня у меня есть накопление опять же на этом снижении. Я считаю, что именно этот диапазон очень выгоден, так как получилось опять же поучаствовать и набрать тот объем, который был распродан. Извини, что перебиваю, вот если мы вдруг сейчас увидим, допустим, сегодня Павел скажет, слушайте, денег мы вообще у вас все заберем, ставку повысим на 3% сразу и вообще все, капец. не будет больше долларов, ну грубо говоря, и мы пойдем, например, сильно ниже. У тебя есть какой-то стоп-лосс в этих позициях или же это твоя как бы долгостоящая позиция, с которой ты будешь просто усреднять ниже ее? Обязательно. То есть моя задача сейчас выделенной суммы, которая выделена на покупку биткоина, это основная часть моего депозита в рамках опять же криптовалютного рынка. Я продал золото, серебро, которое у меня имелось в целом и конвертировался в USDT на случай каких-то коллапсов для того, чтобы соответственно в нем поучаствовать. Я предполагаю, что биткоин будет стоить в диапазоне 15-16 тысяч долларов и с этой целью взяв определенный ценовой диапазон от 20 до 14 тысяч, то есть 6 тысяч. Это диапазон, в котором я буду накапливать. Считаю, что крайние снижения мы сейчас уже и наблюдаем в целом. Что вполне вероятно у нас в рамках месяца-полтора возможно уже будет отрисовано дно и возможно начнем формировать это дно. С последующим среднесрочным трендом оживления на рынке я дожидаюсь. Моя задача именно поучаствовать. Да, Ридуан, прошу прощения еще раз перебиваю. Этот план, не знаю, насколько ты знаешь, насколько ты это используешь, но он очень четко совпадает с сезонными трендами на фондовом рынке. Потому что на фондовом рынке, как правило, сентябрь-октябрь они достаточно депрессивны. И вот примерно с октября, со второй половины октября мы получаем так называемое новогоднее ралли. Поэтому, не знаю, используешь ли это, нет, но как бы это... В прошлом году мы не видели новогоднего ралли. Все его ждали, к сожалению, но впоследствии рынок показал. Опять же, показал он на фондовом рынке, но не на криптовалютном рынке. Криптовалютный рынок с ноября у нас падал. Но это было ожидаемо, опять же, ориентируясь на циклы криптовалютного рынка, в целом, в 4 года раз мы видим очень хорошие рыночные циклы, которые имеют рыночные фазы. То есть, накопление, публичное участие, распределение в целом. Хорошо, Редван, а что еще тогда ты используешь? Ну, то есть, какие еще монеты ты на сегодняшний день обращаешь, на что обращаешь? Монеты есть, две интересные монеты, о них я расскажу. Сейчас завершу мысль о биткоине. Я считаю, что именно этот диапазон, Андрей, у нас является благоприятным для накопления. То есть, диапазон ниже 20 тысяч долларов. Частичное накопление дает возможности, естественно, взять хорошую позицию средней точкой входа. Впоследствии можно будет реализовать ее при, грубо говоря, удвоении либо 50-60% прибыли. И, соответственно, можно оставаться и в прибыли в моменте, да, и участвовать, грубо говоря, в этом тренде. Если рынок разворачивается, не идет на 15, 16, 14, неважно, и начинается среднесрочный тренд, я останусь в рынке с тем, сколько мне получилось накопить. Остальной объем направлю на спекуляции, вернусь опять же спекулировать. Это у меня получается делать намного лучше, чем участвовать в каких-то долгосрочных трендах, но видя результат того, что дает криптовалютный рынок в долгосрочной перспективе, конечно, хочется сделать и заработать колоссальных иксов, Андрей. Этого я еще не делал, у меня этого еще не было. Плюс, есть такой интересный инструмент, извиняюсь, так скажем, набор показателей, метрик, ончейн метрик, которые, соответственно, работают также неплохо. И, знаешь, здесь около 600 метрик, мы изучили около 60-70 метрик всего лишь. Это очень сложные метрики, в них вникать нужно, разбираться и так далее. Вот если говорить коротко, есть такой интересный показатель, реализованный профит убыток, рассчитывает он чистую прибыль или убыток в долларах, если мы говорим о этих показателях на текущий момент, здесь у нас расписано, в принципе, как работает этот показатель. Этот показатель показывает общее настроение рынка, приток или отток капитала, также в тенденции рентабельности, прибыльности сети и так далее. Вот здесь у нас были прогнозы по всем этим метрикам, показателям, то есть мы полагали, что рассчитывая на годовые, квартальные, месячные показатели по данным индикаторам и так далее, у нас будет отток ликвидности в рамках технического отскока с последующим снижением и удешевением так скажем биткоина, что возможные диапазоны 20 тысяч, они все-таки остаются реальными, еще когда биткоин стоил 48 тысяч долларов. Впоследствии рынок, то есть мы показывали здесь статистически, а здесь у нас обновленные данному индикатору и в принципе всех индикаторов, которые у нас вот здесь есть, у нас есть очень много интересных показателей, которые сейчас нам говорят о том, что рынок находится в благоприятном ценовом диапазоне для накопления. Я считаю, что волатильность со временем на биткоине она будет все падать, то есть мы не будем видеть вот этот так скажем очень сильный скачок или в моменте очень сильное падение на 5-10 тысяч долларов и возможно все это будет происходить только в неком балансе и будет меньше волатильности на рынке, что и сейчас наблюдается. У нас фондовый рынок в моменте провалился ниже отметки 3.900, но на биткоине мы видим такое, знаешь, менее вялое поведение и он менее агрессивно так скажем реагирует на вот это снижение. И вот этот показатель, обрати внимание, что мы прогнозировали здесь, прогнозировали уход в зону капитуляции, где, соответственно, рынок будет нести колоссальнейшие убытки. И сейчас, говоря об этом всем, находясь в таких диапазонах, очень сложно игнорировать, когда есть один плюсик к основному виду анализа, который дополняет соответственно данные ожидания. Ну и здесь очень много других рядов индикаторов, которые мы в целом используем. И, соответственно, изучая их, говоря об этих индикаторах, ставим такие галочки, 85% этих индикаторов, Андрей, сейчас говорят о том, что биткоин находится в зоне недооцененности, где инструмент, соответственно, нужно понимать, что те, кто уже на рынке в целом, они понимают, что есть у нас диапазон недооцененности инструмента, себестоимости, так скажем, ну и переоцененности этого инструмента. Сейчас мы находимся в благоприятном ценовом диапазоне, где, соответственно, нужно, я считаю, накапливать такие высокорискованные инструменты, если говорить об альткоинах, конечно, немножко рано, а биткоин эфир это уже отличный диапазон с возможностью реализовать, допустим, в рамках полугода-года эту позицию в довольно хорошую профитную, так скажем, сделку, которую впоследствии результат можно будет, опять же, ребонансировать в какие-то другие инструменты и так далее. Я считаю, что это возможности, возможности, которые нужно использовать. Очень много показателей, которые сейчас говорят о, так скажем, этом, что биткоин у нас перепродан, все-таки волатильность, скорее всего, будет все меньше и меньше на рынке, и обновление, оно вполне вероятно, то есть рынок все-таки слаб, все еще находимся на таких критических отметках, 19 тысяч. Я думаю, все-таки 16-15 это такой диапазон, где, скорее всего, я буду использовать весь свой кэш, выделенный под биткоин. И, соответственно, ждать 2023 год с целью, так скажем, посмотреть, что будет в рамках полугода. Год, если принесет прибыли, конечно, я буду реализовываться частично так же, распродаваясь, опять же, на этом росте. Предполагаю, что, возможно, оживление мы увидим к концу года и началу 2023 года. Ну вот, кстати, в дополнение твоих слов, у меня по текущему диапазону ровно такая же история. И вот, в принципе, подробно я мысли свои описывал в предыдущем видео, где, оно так и называется, вынесли медведей. То есть я объяснял по поводу циклов, как работает рынок, что есть у нас там, условно, некие экстремальные значения, когда у нас, когда, то есть на рынке всегда есть 100% покупателей, 100% продавцов. Ну, то есть, как бы, несмотря на то, что у нас 8 миллиардов, конечное количество людей потенциально способно купить и продать. И, соответственно, сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда, ну, практически все, кто хотел продать, но они уже продали. И вот те индикаторы, которые ты показываешь, что огромное количество уже, как слово это, уже сдались, в общем, да, как-то по-другому называется, в общем-то, приняли поражение свое. Об этом говорит, что уже, как бы, потенциала падать все меньше и меньше. И, соответственно, риск-реворд у тебя, а мы всегда же говорим вероятность, никто не знает, где дно. Мы всегда можем говорить, что большая вероятность, меньшая вероятность. То есть, благоприятная ситуация или неблагоприятная. У меня один студент сравнил вот этот вот подход мой, когда я объяснял с таким фильмом про Blackjack, где была горячая колода. То есть, они делали, они считали карты, понимали, что вот тут сейчас есть, соответственно, какой-то статистический перевес, а только тогда они начинали делать агрессивные ставки. Вот примерно работа с циклами рыночными. Это та же история. То есть, мы говорим, сейчас рынок перегрет, и тут нечего ловить, тут у тебя плохие риск-реворды в длинную, а сейчас рынок перепродан, и мы не знаем, где дно, но покупая риск, у тебя в длинную, ты получишь положительное мат ожидания. Ну, то есть, вот такая как бы философия, и мое видение здесь на рынок. Да, добавлю к твоим словам, так скажем, техническую структуру, потому что она имеет очень, так скажем, большое внимание, нужно уделять именно и этому также, потому что мы, видя графики, можем предполагать все-таки, какие диапазоны нужно рассматривать. Здесь у нас был майское падение, это рыночная капитализация криптовалютного рынка в целом, и далее мы получили вот это обновление. Опять же, структурно очень хорошо рынок отыграл, ну и медвежий рынок, который имеет валидный нисходящий канал в целом, в рамках технического отскока мы получили такую долгую волокиту, где месяца три, по-моему, у нас был рост, то есть рост снижения, рост снижения, по сути, обновили минимум, но не вышли за уровни. И дальше инструмент пошел очень четко по уровням. То я вижу зачастую на рынке, на рынке я вижу зачастую, что данные минимумы, данные минимумы, майского обвала, когда у нас рынок, в принципе, по-моему, биткоин первый раз достиг отметки 64 или 5, и дальше мы падали до 28 тысяч, впоследствии мы получили обновление до 69, и очень-очень много других проектов показало превосходящий биткоин, результат, например, как Солана и так далее, то есть криптовалюты. Ну и впоследствии мы получили очень сильный признак того, что рынок, скорее всего, продолжит свое снижение, и вот данная коррекция, она, соответственно, была уже первым признаком вот этого ожидания. Впоследствии рынок показал технический отскок, где, соответственно, выстраивались очень-очень много интересных, положительных фигур, которые могли трактовать как в рамках продолжения этого тренда и так далее, ну, по сути, этот период, он рассчитывается именно на то, что даже более профессиональные игроки, они ошибаются и, соответственно, наращивают свои позиции. Более неопытные они удерживают свои убыточные позиции, впоследствии это все наращивается. Пробой, падение, паника, и идет цепная реакция. Ну, впоследствии, ниже этих минимумов, что я вижу на рынке, это начало первой, так скажем, стадии аккумуляции, разворотных формаций, и так далее, и так далее. И впоследствии мы получаем такой среднесрочный тренд, как минимум, корректируя всю вот эту медвежью структуру, как минимум на 50-60%. И это уже задает, так скажем, инструменту первоначальные предположения того, что формируется, возможно, накопление глобальное. Я не жду разворотов не раньше, чем 2023 год, так скажем, опять же, не жду никаких обновлений своих предыдущих максимумов и по рыночной капитализации, и по цене биткоина в целом, не раньше, чем 2024 год. И плюс, очень нужно будет, важно обратить внимание на то, какая будет геополитическая ситуация, макроэкономическая ситуация в целом. Это очень важно. Первый пункт, он очень важен в свете последних событий. Согласен. Но в целом, я рассчитываю на то, что рынок, естественно, получит оживление, на рынок хлынет, так скажем, новых, много игроков с неопытным таким подходом. И наша задача в этом диапазоне накопить, а вот здесь распродаться. То есть я не жду, опять же, повторюсь, булрана. Я жду оживления на рынке, в котором у нас можно будет реализовать, выйти в 50% из того, что у нас получилось накопить здесь. И, соответственно, возможно, участвовать в дальнейшем уже на подтверждении того, что действительно рынок готов к развороту, и мы фактически будем иметь какие-то определенные, так скажем, возможности здесь, ориентируясь на то, что да, у нас есть, грубо говоря, вот эта структура накопления, которую мы видели здесь как распределение. Ну и в целом у нас есть структуры, которые говорят за разворот, у нас есть макроэкономические показатели, которые, так скажем, благоприятны для этого роста. И у нас есть обоснование того, что рынок, возможно, начнет расти. Это все мы уже будем ориентироваться по факту, а сейчас наша задача поучаствовать в благоприятном ценовом значении как, так скажем, спекулянт, который будет, возможно, удерживать свои позиции. Спекулянт инвестор. Да, да, да. В среднесрочном таком тренде очень хочется поучаствовать и забрать какой-то профит из рынка, так как его уже год, можно сказать, в таком колоссальном позитиве мы не видим. Ну и в целом по биткоину немного добавлю по структуре глобально. То есть ожидания у меня были таковые. Я, конечно, был немного позитивен. Это 75-85 тысяч долларов по пику рынка. Никаких 100 я не ждал. Ну и вот такая у меня была в целом картина того, что у нас есть, опять же, рыночные циклы, которые мы видим в рамках накопления, публичного участия, ну и в целом распределения с последующим вытекающим медвежьим рынком. Но вот здесь есть уровень 18 тысяч, который, скорее всего, у нас остался таким валидным. Я думаю, здесь заходило очень большое количество, так скажем, умных денег и диапазон 20 тысяч долларов, которые мы ранее пробивали в предыдущем рыночном цикле. Так как есть ончейн-показатели, которые говорят о том, что здесь у нас объем по кошелькам, которые имели баланс от миллиона долларов и выше, он увеличился практически в 60 тысяч адресов. Новых 60 тысяч адресов пришло за один день. Для меня было очень сильным удивлением, я сейчас даже продемонстрирую его, удивлением того, что, так, переключимся, откуда? Не может же быть, что там 60 тысяч человек могли оговориться, сделать какой-то план и зайти в один день в рынок. Я думаю, что это какие-то алгоритмы, возможно, какие-то фонды, возможно, это какие-то очень крупные игроки, которые непосредственно имеют свое влияние на этот рынок. Если смотреть всю эту структуру под этим углом, у нас здесь есть такой неплохой уровень, обратите внимание, где находится биткоин сейчас. То есть за один день был просто бешеный приток на пробой 20 тысяч долларов. И для меня было удивлением. Поэтому я всегда старался опираться на уровень вот этих предыдущих пиков, то, скорее всего, с большой долей вероятности цена достигнет этого диапазона. И этот диапазон, возможно, выстоит как довольно сильный уровень. Но не исключая, опять же, снижение до 16-15 тысяч. Это очень хорошее окно возможностей, которое, скорее всего, на какой-то период времени у нас будет самой благоприятной точкой для входа в рынок. Поэтому я не жду, опять же, что цена туда упадет, я куплю, я просто частично накапливаю тот объем, объем, который планирую удержать в рамках полугода, возможно, года. Все будет зависеть от того, как будут выстраиваться все эти структуры, ну и в целом, как будет выглядеть картина. Опираясь на то, в принципе, по фондовому рынку, у меня также были ожидания, что все это рано или поздно закончится и очень гармонично впишется в сценарий последнего финального роста фондового рынка, ну и рост биткоина. Это еще в прошлом году, вот в июне я смотрел индексы NASDAQ, S&P и так далее, говоря, опять же, о рыночных циклах, что, скорее всего, весь этот позитив прольется в крайний такой негатив и в этом негативе, возможно, биткоин будет стоить намного дешевле, где можно будет поучаствовать, накапливая длинные свои позиции, купив дешевле этот биткоин. Это все имеет место быть на текущий момент, плюс есть макроэкономическая картина, которая является фактором вот этого снижения, плюс инфляция и тому, и тому, и тому подобное. Я думаю, что рано или поздно мы получим оживление, возможно, фундаментальный фон будет игнорировать техническая структура, потому что мы видели недавно, что даже на объявлении Паула, опять же, у процентной ставки и так далее, у нас рынок просто взял и подскочил, пошел вверх. Например, индекс S&P500 вырос с отметки 3630 до 4400 долларов или 270, по-моему, по пику у нас рынок стоил. Но все эти структуры, я думаю, будут иметь место быть и, соответственно, биткоин в этом диапазоне для меня является отличной точкой входа. По альткоинам есть интересный график, которым я хочу поделиться. То есть, я больше, знаешь, опять же, скажу спекулянты и вот эти структуры, они мне очень напоминают, когда мы видим первый такой признак медвежьего тренда. Здесь у меня был график по данному инструменту, говоря о том, что Солана, знаешь, я большее внимание уделяю этому инструменту, скажу, что этот инструмент дал очень хороший сигнал на то, что, скорее всего, в нем будет и продолжение в дальнейшем, опять же, глобальном тренде, если мы все-таки получим какой-то бычий цикл роста, после вот этого всего, после формирования дна, начала первых таких признаков разворота, этот инструмент покажет колоссальный результат. И вот у меня ожидания были таковы, писал пост, у меня есть посты, очень много постов посвящено этому инструменту, и вот эфир. Я привел такой инструмент такой, ты про Солану имеешь в виду? Да, Солана, Солана. Сейчас я попробую подробно рассказать, опять же, вот эти технические структуры, они очень важны, на них нужно обращать внимание, и, соответственно, мы всегда видим, что есть новые стартапы, новые проекты, которые, соответственно, перенимают какую-то очень колоссальную часть этого рынка, то есть ликвидность у нас уходит в эти инструменты, охват и так далее. Очень характерные рыночные циклы, да, то есть есть накопление, публичное участие, ну и, соответственно, финально кульминирующие импульсы с последующим снижением, очень резким, болезненным, который, говорит, и уже является таким завершающим сигналом того, что у нас первые признаки медвежьего тренда, далее технический отскок не больше, не выше, чем, как минимум, перекрывая половину вот этого снижения, с последующим очень болезненным снижением, вплоть до, мы с тобой недавно говорили о том, что у нас вот эти минимумы, зачастую всегда выступает такой разворотной зоной инструмента, где у нас идет первичное накопление, ну и в последующем мы получаем такой среднесрочный рост, но этот рост, скорее всего, не будет выше, чем минимумы технического отскока, вот все инструменты на протяжении, я вот взял графики 40-30 разных инструментов, изучил их структуры, поведение, в принципе, как они себя ведут в рамках медвежьих трендов и так далее, и очень часто инструменты, которые имеют большую ликвидность на рынке и интерес, они всегда завершают свой медвежий тренд ниже, так скажем, предфинальный кульминирующий, перед финальным кульминирующим импульсом мы наблюдаем такое длительное накопление, которое переливается в такой фантастический рост, это около эйфория, эйфория, да, после такого роста у нас следует очень агрессивное снижение, и далее мы наблюдаем вот этот капкан, в который, соответственно, манятся очень много людей, входят в него в рамках, опять же, удержать, возможно, свои убыточные позиции, которые были набраны, возможно, здесь, возможно, тут, ну, и впоследствии переливать колоссальные убытки, и развороты мы всегда первичные видим, именно ниже этих минимумов, что соответствует всем вот этим интересным графикам, которые получили свою реализацию, да, то есть, сейчас я вижу реализацию, если вот по Солане, да, то есть, ты сейчас ждешь ее ниже, получается? да, я думаю, что ниже 25 Солана будет стоить, диапазон 19-18, возможно, у нас отличные точки входа, и что показала Солана, по сути, обратите внимание, сейчас Солана прошла полностью, грубо говоря, этот рыночный цикл, у меня есть такой набор интересных индикаторов, которые не являются, грубо говоря, какими-то конкретными показателями, но очень хорошо дополняют структуру в целом, алгоритмы, поведение, психология этого рыночного цикла, оно абсолютно неизменно, и мы зачастую видим, что история, в принципе, не повторяется, но она рифмуется, и вот этот механизм, который 100 лет назад применялся и был описан даже Ливермором, он по сей день работает, и работает довольно хорошо, поэтому здесь я предполагаю, что, скорее всего, по Солане мы получим очень сильное снижение, возможно, в диапазон 25-18-19 долларов, это уже завершающее, кульминирующее базу этого снижения, и обратите внимание на показатели индикаторов, которые, соответственно, у нас уже дают положительные сигналы, и они дают всегда, обратите внимание, вот у нас что за индикаторы это? Это обычные индикаторы, осцилляторы, которые говорят нам о возможном потенциале, усилии тренда, это может быть тот же RSI, это может быть любой индикатор, осциллятор, который показывает, технические индикаторы, которые показывают силу тренда, ну и завершают, они всегда дают очень хорошие сигналы расхождения между показателями индикатора и цены, говоря о том, что этот тренд уже ослаб, он уже не дает этих перспектив, ну и в целом Солан, я тебе показываю, рамки технического отскока и показатели индикаторов. Посмотри, мы на протяжении полугода ни разу не сместились от данного прогноза ни на шаг, и все инструменты, которые я в принципе рассматривал с того периода, они идут аналогично с подтверждением на 90%, и не имеют, грубо говоря, никакого отличия от тех сильных инструментов, которые имели потенциал на медвежьем рынке еще в 2018 году, такие как эфир. У эфира капитализация была небольшая, этот инструмент не был на таком охвате. Я думаю, что фонды, которые накупили всех вот этих инструментов, они еще не реализовали тот самый объем, объем, который у них есть, потому что на криптовалютном рынке сложно реализовать объем, но он реализуется по ходу роста крупными игроками. Веря в технологии, покупают, так скажем, ритейл, который не совсем возможно опытен и так далее, новые деньги, новые участники, ну и в целом мы получаем вот этот медвежий тренд. Вот отметки 140, он достиг идеально 142, пошел ниже пробой 75 долларов, это была ключевая зона, и я вот здесь показал, что тренд не до никакого потенциала на рост, это наш минимум, и на следующем импульсе мы скорее всего получим менее сильное движение по индикатору, индикатор уже говорил о слабости, ну и впоследствии скорее всего будем формировать дно, где у нас цена будет снижаться, индикатор будет показывать позитив. Показал все это на примере эфира, объяснив ребятам, и сейчас мы видим аналогию, неизменную, обратим внимание, у нас уже пошли первые признаки того, что есть интерес к этому инструменту, и скорее всего именно этот диапазон 19-20 долларов, это отличная выгодная точка для покупки с расчетом минимум на 70-75 долларов по данному инструменту, где можно сделать около 200%, удерживая в рамках среднесрочного тренда этот инструмент. Впоследствии это, конечно, переливается в, так скажем, накопление данное распределение, ну и получаем новую фазу публичного участия повторного распределения. Я считаю, что этот инструмент имеет огромные перспективы, но рассчитывать на то, что он даст каких-то колоссальнейших биксов 10-20-30 тысяч процентов я, конечно, не могу, но давайте теперь посмотрим эфир. 80 долларов на пике он стоил в районе 4900-4800. Это практически 6000 процентов. Рассчитывать на полторы-две тысячи процентов в перспективе с данного инструмента, я думаю, вполне. И, опять же, накопив здесь объем, выйдя в диапазоне 50-60 долларов, можно оставить 50 процентов с расчетом на какой-то долгосрочный рыночный цикл с минимальным риском 0 долларов. То есть, купив здесь за 100, продав здесь на половину, ты можешь забрать свои вложенные 100 и оставить, грубо говоря, эти 50 процентов на какую-то перспективу, которую мы видим, что на рынке есть все-таки возможности, когда в инструменте есть такой колоссальный интерес, мы на них наблюдаем такие колоссальные иксы. Мне тоже хочется заработать, честное слово, колоссальных иксов, сказать, что я, да, заработал 20 иксов, у меня есть там 10 иксов хотя бы, да, с инструментов, удержав свои позиции, но здесь все будет зависеть от структуры. Для более консервативных ребят, конечно, я рекомендую участвовать именно в подтверждении. Я думаю, все будет через подтверждение. Рынок, скорее всего, не развернется и не полетит вверх. Как минимум год, полтора, два года мы проведем ниже 75 долларов и не меньше, чем 15 долларов по низам. Вот этот инструмент мне нравится. Также мне нравится FTT, FTX токен, вот этот, да, если я не ошибаюсь. Да, да, может быть, расскажешь по нему свои мысли? Да, он мне нравится, за ним я слежу, у меня даже есть списки, он у меня есть списки среднего риска-инструмент и думаю, что он, многие видят на нем, что будет очень сильное падение. Я считаю, что вряд ли мы получим по нему какое-то очень-очень сильное снижение. Этот инструмент удерживается даже довольно неплохо. Давай включу логарифм, будет наглядно видно. Диапазон, возьмем недельный таймфрейм, вот диапазон 23 долларов у него удерживается довольно длительный период времени, но зачастую эти уровни не всегда прошиваются. Вот здесь зона свободного полета в целом, но говорить о том, что имеют такого за собой дядю, как эти, грубо говоря, люди, которые этот инструмент расхайпили до такого, грубо говоря, уровня, но и в целом имеют такую за собой ликвидность и интерес к этой криптовалютной бирже в целом, я думаю, что вряд ли этот инструмент куда-то низко уйдет, но вот диапазоны 16-15 долларов я бы рассматривал к накоплению, к покупке, если дадут ниже для нас, это очень-очень хорошая точка входа и окно возможностей, которые нужно и обязательно даже прикупить, так как вот эти токены, возможно, к ним люди относятся к своим компаниям, что ли, возможно, такой охват у них, вот как Binance Coin, например, к нему очень большое доверие, к нему интерес очень большой, в целом, есть такое некое применение в рамках криптовалютной биржи самой, и это дает, так скажем, эту ликвидность и удерживает этот инструмент на таком хайпе. Я думаю, что успех BNB вполне вероятно может повторить вот как раз-таки данный инструмент и в нем есть хорошие перспективы. Возможно, это обновление минимумов, я даже возьму смелость и сказать, что такого рода инструменты зачастую первыми обновляют свои пики и максимумы и, возможно, в среднесрочной перспективе мы можем получить цены в высшей отметке 55%, 60$ по нему, а, возможно, и обновление максимумов. Это равная отметка 85$. Вот поэтому здесь я буду участвовать в этом инструменте, за ним слежу я активно. Данный диапазон у нас очень слаб, в нем я не вижу пока перспектив, ориентируюсь больше на биткоин. Вот как будет снижаться биткоин, снижаться будет, скорее всего, вся альта. И вот здесь будут достигнут эти уровни, кто-то пойдет быстрее, сильнее, кто самый слабый, он пойдет скорее всего на колоссальные убытки, но это окно возможностей, которое нужно будет использовать. Повторюсь, я жду снижения. Снижения я этого не боюсь, я его хочу использовать как окно возможностей, соответственно, в рамках среднесрочных трендов. В рамках оживления этого рынка на какой-то период времени, возможно, от 4 до 5, 6-7 месяцев, и этот тренд, думаю, даст нам заработать. Даст нам долгожданные иксы, которые все так и хотят. Да. Хорошо, Редван, я думаю, что на этой позитивной ноте, да, с иксами самое время закончить. Спасибо большое, что пришел. Ну, а друзья, если у вас есть вопросы к Редвану, вы можете писать их в комментариях, но и также приходите на канал, он ведет там в основном онлайн-трансляции, где вы сможете, в общем-то пообщаться с ним, задать вопрос и там дать какой-то комментарий. В общем, я тоже хотел провести онлайн, но, к сожалению, вот как под конец пошли уже лаги, у меня какие-то проблемы с интернетом, надеюсь, в будущем тоже буду больше онлайн. Спасибо большое, Редван, что был, успехов тебе в твоих делах. Андрей, тебе спасибо большое, огромное спасибо за то, что пригласил, мне всегда приятно с тобой поговорить и жду тебя тоже в гостях на канале. Спасибо, обязательно приду. Спасибо большое. Обсудим рынок, фондовый рынок, потому что фондовый рынок ты у нас разбираешь по косточкам и будет интересно. Я подготовлю вопросы тогда. Да, спасибо большое, Редван, спасибо, пока-пока.